На обучение одного гражданина Швейцарии ежегодно тратится в 15 раз больше денег, чем в России. Швейцария входит в десятку самых популярных стран для получения образования. Насколько здесь высоко качество жизни, настолько же высоко и качество получаемого образования. Страна является одной из самых безопасных и развитых в мире, а учеба здесь, как правило, ведется одновременно на двух языках. Швейцария находится в самом сердце Европы. На перекрестке Франции, Германии и Италии, куда швейцарские студенты часто совершают свои поездки. Швейцария многокультурная, многоязычная страна, в которой проживают не только швейцарцы, но и представители многих других национальностей, которые составляют четверть населения страны. Здесь 8,5 миллионов швейцарцев и более 2 миллионов иностранцев. Здесь проживают итальянцы, немцы, португальцы, французы, испанцы, сербы, австрийцы, британцы, хорваты и многие другие. Естественно, в стране активно развито международное образование. И речь идет не только о высших учебных заведениях, но и о школах, детских, летних лагерях. Швейцария зачитает в себе захватывающие дух альпийские пейзажи с динамичными городами, которые находятся в лидирующих местах мировой экономики. К ним относятся Цюрих, Женева, Берн, Лозанна. Лозанна имеет настолько удачное расположение и относительно невысокие налоги, что в городе уже несколько лет подряд располагаются такие известные компании, как Филипп Моррис, Лоджитек, Эспрессо и другие. И сосредоточены здесь и известные международные учебные заведения. Швейцарский федеральный технологический институт. 14 место в рейтинге вузов мира по данным QS World University Ranking. Гостиничная школа Лозанны, HL. В 2019 году она заняла первое место рейтинга университетов гостиничного бизнеса и организации досуга по данным QS World University Ranking. Институт развития менеджмента, он же AMD. Занял первое место в 2020 году в Financial Times Executive Education Ranking. В Лозанне находится и международная школа Бреланмонт, о которой мы сейчас будем говорить. Расположение школы Бреланмонт максимально удачное. Сама Лозанна находится на северном берегу Женевского озера, и в городе есть немало достопримечательностей, таких, например, как Кафедральный собор Лозанны, местный Ноттердам. Против него смотровая площадка Эспланада де Монбенон, откуда открывается вид на старый город и на Женевское озеро, а также набережная Уши, самое живописное место Лозанны и многие другие достопримечательности. Лозанна также славится тем, что долгий период своей жизни здесь провели такие известные люди, как Виктор Гюго, Джордж Байрон, Вольфганг Моцарт, Томас Эллиот, Игорь Стравинский. Расположенный на берегу Женевского озера франкоязычный город Лозанна с населением 150 тысяч человек находится всего в 40 минутах езды на поезде от Международного аэропорта Женевы. Многие известные компании и организации имеют свои штаб-квартиры в данном регионе. Здесь же находится и штаб-квартира Международного Олимпийского комитета. Ну и, конечно, другие международные организации. Лозанну даже называют Олимпийской столицей мира. И если вам интересно узнать больше про Лозанну, я поставлю ссылочку в описании к данному видео на мой выпуск именно про Лозанну. Бреламонт – единственная школа в Швейцарии, которая до сих пор находится под руководством одной семьи на протяжении аж пяти поколений. В 1882 году был основан Бреламонт. В 1896 году была приобретена для него недвижимость. Все это было выполнено первым поколением. Второе поколение в 1930 году открывает секции средней школы по французской учебной программе. Третьим поколением создаются секции английского языка и американской средней школы. В 1968 году программа дневной школы становится совместной. Вместе с четвертым поколением в 1983 году Бреламонт становится аккредитованной Европейским советом международных школ и ассоциацией школ и колледжей Новой Англии. В 1992 году программа школы-интерната также становится совместно образовательной. В 2002 году Бреламонт удостаивается статуса Центра стипендий Кембриджских международных экзаменов. В 2007 году Бреламонт становится одним из основателей Swiss Learning. При пятом нынешнем поколении в 2012 году происходит торжественное открытие спортивного и культурного здания Франсуазы Фрей Гуганин. А в 2018 году Бреламонт представляет робототехнику и кодирование. Программа Steam в рамках своей обязательной учебной программы. Школа предлагает студентам британскую программу обучения и американскую программу старшей школы. Что делает Бреламонт таким особенным, так это то, что школа совсем небольшая. Все знают друг друга и довольно быстро находят себе друзей. Внимание персонала помогает всем студентам чувствовать себя комфортно, как дома. Персонал школы обладает умением найти индивидуальный подход к каждому студенту, что в наше время очень важно, ведь от этого зависит то, каким человек станет в будущем. Преподаватели видят в каждом ребенке личность и помогают им развивать свои сильные качества. Ничьи таланты не останутся незамеченными. Школа имеет активную сеть выпускников по всему миру и школьные встречи Бреламонта объединяют учащихся всех поколений, разделяющих привязанность к своей альма-матер. Дружеские отношения длятся из поколения в поколение, а сами выпускники имеют доступ к профессиональным контактам, которые помогают им в будущей карьере. Будучи многокультурной школой в многокультурной стране, данное учреждение всегда придерживалось философии, которая является обмен идеями между учащимся из всех слоев общества и всех культур. В школе заботятся о том, чтобы студенческое сообщество было культурно-разнообразным. Здесь студенты примерно 30 разных национальностей и наставники стремятся развивать как личность, так и чувство ответственности, которые позволяют каждому студенту играть полноценную роль в обществе, сохраняя при этом свой собственный уникальный характер. Здесь развиваются навыки сотрудничества и лидерства с помощью сложных задач, воспитываются смелые, уверенные в себе и критические мыслящие люди. Преподавание ведется на английском языке, при этом школа стремится использовать по максимуму свое географическое положение, предоставляя возможность студентам изучать французский язык. Также есть возможность изучать другие языки, испанский, итальянский, немецкий и при необходимости многие другие, например, китайский, русский, японский. Переезд в другую страну для обучения на иностранном языке – серьезная перемена, которая зачастую пугает как родителей, так и самих детей. Поскольку потенциальный студент задумывается о том, чтобы вступить на новый этап своего учебного пути, школа-интернат может показаться большим шагом, который, к тому же, отдалит на время от близких людей. Бреламонт является настоящим домом и семьей на протяжении почти 140 лет. Это место по-прежнему остается вторым домом для большинства количества студентов, которые проживают на кампусе. Однако, если вы сомневаетесь, то не обязательно отправлять ребенка сразу на полное обучение в школе. Здесь также есть и летние курсы, за время которых вы точно сможете определиться. В летний лагерь приезжают ребята уже более 30 лет подряд, и все они из 30 стран. Студенты могут прибыть в лагерь от двух до шести недель. Даты заезда могут меняться каждый год, но обычно они начинаются в начале июля. Время летних каникул школа предлагает интенсивный курс французского или английского языка с широким спектром спортивных и культурных мероприятий. Это отличная возможность выучить языки, а также открыть для себя Швейцарию и завести друзей со всего мира. Если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк. Если у вас остались вопросы, переходите по ссылочке в описании к данному видео к нам на сайт. Там больше информации о школе Брилан Монт, о лагере Брилан Монт. И там же есть онлайн-чат, где вы можете задать вопросы нашим представителям или позвонить по контактам, указанным на сайте. Субтитры подогнал «Симон»!